Разблокировки не подлежит. По крайней мере, в ближайшие месяцы. Такое решение вынес Надзорный совет Фейсбука по делу о приостановке действия аккаунта Дональда Трампа. После четырех месяцев обсуждений независимые эксперты пришли к выводу, что блокировка страниц 45-го президента США в Фейсбуке и Инстаграме была оправданной. Однако не соответствовала самим правилам компании. Надзорный совет поддержал решение Фейсбука от 7 января 2021 года ограничить доступ президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Фейсбук и в аккаунте Инстаграм. Однако со стороны Фейсбук было неуместно налагать неопределенное наказание в виде бессрочной блокировки. Обычные санкции Фейсбук включают удаление запрещенного контента, определение конкретного периода при остановке аккаунта или безвозвратное отключение страницы и учетной записи. Совет настаивает на том, чтобы Фейсбук рассмотрел этот вопрос, чтобы определить и обосновать соразмеренный ответ, соответствующий применяемым к другим пользователям платформы. Представить обоснованный ответ и, наконец, определиться, что в итоге будет с аккаунтом Дональда Трампа, Фейсбук должен в течение шести месяцев. Решение, по мнению Совета, должно быть основано на том, насколько серьезным оказался причиненный платформе вред и каков риск его повторения в будущем. Вице-президент по коммуникациям Фейсбук Ник Клег пообещал принять во внимание замечания независимых экспертов. Как мы заявляли в январе, мы считаем, что наше решение было правильным и необходимым. И мы благодарны Совету за понимание того, что принятые нами меры были спровоцированы беспрецедентной ситуацией, в которой мы оказались. Мы рассмотрим решение Совета и определим, какие дальнейшие действия будут правильными и понятными. Пока же аккаунт мистера Трампа будет оставаться приостановленным. Страницы Дональда Трампа в Фейсбуке и Инстаграме, которые имели больше 60 миллионов подписчиков, были заблокированы на неопределенный срок 7 января, спустя день после штурма Капитолия. Тогда это вызвало волну критики. Сторонники Трампа говорили о посягательстве на свободу слова, а некоторые мировые лидеры упрекнули в Фейсбук в монополии на общественное мнение. В том же месяце основатель компании Марк Цукерберг решил передать дело на рассмотрение надзорного совета, независимого органа, состоящего из экспертов в области технологии и юриспруденции, созданного Фейсбуком в мае 2020-го. Однако вынесенное им сегодня решение также вызвало противоречивую реакцию. Я аплодирую этому решению. Фейсбук – это не городская площадь. Фейсбук больше заинтересован быть рупором демократов, чем площадкой для свободного выражения мыслей и открытых дебатов. Если они могут заблокировать президента Трампа, все другие и консервативные голоса будут следующими. Республиканское большинство в Палате представителей обуздало бы стремление технологических гигантов подавить нашу свободу. На решение надзорного совета отреагировал и сам Дональд Трамп. Не имея доступа к Твиттеру и Фейсбук, он опубликовал заявление на своем персональном сайте. То, что сделали Фейсбук, Твиттер и Гугл – позор и еще раз позор для нашей страны. Президенты Соединенных Штатов лишили свободы слова, потому что радикальные левые луна, боятся правды. Но правда все равно выйдет наружу, ярче и сильнее, чем прежде. Народ нашей страны этого не потерпит. Эти коррумпированные социальные медиа должны заплатить политическую цену. Им больше никогда нельзя позволить рушить наш избирательный процесс. Впрочем, несмотря на все попытки соцсетей ограничить активность Трампа, сделать это вряд ли получится. Новый сайт со слоганом «Спасти Америку» позволяет пользователям сделать репост заявлений 45-го президента США в Фейсбук и Твиттер. Дональд Трамп также планирует запустить свою собственную соцсеть. Валентина Васильева, Дана Преображенская, Настоящее время Америка.